Всем привет, это Бостон. Очень скоро, а точнее 12 декабря, на основной сервер выходит новый герой Матильда. Наверняка ты знаешь, что 12 числа ее можно будет забрать за бесплатно, но все равно на всякий случай напомню. Этот герой не совсем обычный, у него сразу два класса, и поддержка, и ассасин. Давай еще раз пробежимся по ее скиллам, комбинациям и посмотрим, как на ней играть. И вообще, насколько она сильная. Поехали. И да, чуть не забыл, завтра же 10 число, и выходит игрушка, которую мы все так долго ждали. Ну, по крайней мере, я точно. Поэтому всех приглашаю на мой второй канал со стримами. Завтра, прям с самого утра, буду стримить. Ссылочка на канал со стримами будет в описании к этому видео. Ну а теперь Матильда. У этого героя пассивка, да и скиллы завязаны на скорости передвижения. Чем больше мы двигаемся, тем больше урона будем наносить. Например, пассивка наносит дополнительный урон с автоатаки, когда наберется 50 стаков. То есть любое передвижение заряжает нашу пассивку. Будь то ветерок, или любое ускорение. Причем дополнительный урон с пассивки зависит от нашей магической силы и физической атаки. Но физическую атаку ей никто собирать не будет, поэтому в основном только от магической силы. Первый скилл очень похож на второй скилл циклопа. Но он опять же зависит от нашего передвижения. Чем больше мы двигаемся, тем больше заряжается первый скилл, и тем больше урона он нанесет. Максимум может быть 6 зарядов. Второй скилл это рывок вперед, который нам дает ускорение и дает возможность ближайшим союзникам к нам приблизиться. Кроме этого мы получаем щит, который опять же зависит от нашей магической силы. Ну и естественно эти два скилла хорошо использовать в комбинации. Активируем первый, потом приближаемся к вторым, получаем ускорение. И получаем полный заряд из пассивки, из первого скилла. И наконец ультимейт. Мы начинаем летать вокруг нашей цели. Чем дальше мы использовали этот скилл, тем больше будет радиус полета. Также во время полета мы наносим периодический урон. И естественно полет тоже считается передвижением, поэтому он заряжает и первый скилл, и пассивку. Кстати с ультимейта мы получаем щит и иммунитет контролю. То есть прервать его не получится. Хотя нужно будет посмотреть, как оно будет работать с Франкой и Каей. Ну что ж, со скиллами и комбинациями разобрались, теперь давай по сборочке. Сапоги, я думаю, ей нужно брать обувь демона. Конечно, есть вариант взять сапоги скороходы, но тогда маны будет явно не хватать. Далее у нее два основных предмета. Это пылающий жезл и коса бедствия. Коса бедствия, так как Матильда наносит урон автоатаками. А пылающий жезл, потому что его пассивка будет срабатывать по максимуму. Так как у Матильды много частого небольшого урона. И с первого скилла, и с ультимейта. Но первым предметом стоит все же собрать пылающий жезл. С ним урон будет выше. Далее мы смотрим на наших врагов. Нужен ли нам антихилл? Если у врагов много лайфстила и много щитов, то естественно вторым предметом покупаем антихилл. Ожерелье заточения. На всякий случай напомню, это такие враги как Асмеральда, Руби, Гвиневра, Уранос, Хиллос и так далее. Короче все у кого высокий отхилл и высокие щиты. Ну а далее естественно коса бедствия. После косы бедствия я бы ей купил защитный предмет. Так как у нее очень высокие щиты со второго скилла из ультимейта. Лучшим защитным предметом для нее будет оракул. Он ей даст и магическое сопротивление, и еще больше щитов, и перезарядку навыков. А последним предметом можно собрать мимолетное время. С ним мы будем ульту применять намного чаще. Или бессмертие для большей защиты. Вот такой вариант сборочки я предлагаю для Матильды, если мы собираемся через антихилл. Но есть еще второй вариант сборки. Если антихилл не нужен, можно взять зачарованный талисман после огненного жезла. С ним у нас очень сильно снизится скорость перезарядки навыков, и манна не будет заканчиваться вообще. Далее коса бедствия, оракул и священный кристалл. С этой сборочкой у нас урона будет больше, но антихилла не будет. С этими двумя сборочками я думаю можно будет еще немного поэкспериментировать, но основные предметы я думаю будут именно такими. Давай теперь перейдем к самому геймплею. Во-первых, этот герой прекрасно харасит врагов на линии. Первый скилл откатывается очень быстро, и вкупе с усиленной автоатакой она наносит очень много урона в начале игры. Будем стоять мы соло или будем стоять с кем-то, в начале игры врагам спокойно покрепиться мы точно не дадим. Это будет происходить, во-первых, из-за усиленной автоатаки с пассивки. Во-вторых, из-за маленького кулдауна на первом скилле. И в-третьих, из-за того, что со второго скилла мы очень мобильные. Соответственно, мы сможем как преследовать врагов, так и легко от них отступать. Но сразу же хочу заметить главный недостаток этого героя. На ней не так просто отпушивать линии, у нее нет массовых скиллов, и крипы забираются достаточно долго. Но на то она, наверное, поддержка, что должна играть с каким-то пушером. Например, со стрелком или ассасином. Из боевых заклинаний, мне кажется, ей лучше всего подойдет щит. Тем более, его недавно бафнули. А эмблемы берем либо эмблемы мага с первым перком, либо эмблемы поддержки. Далее моменты геймплея. Приятного просмотра. Но перед этим, конечно же, розыгрыш. Разыгрывают 10 классических скинов на Матильду. Для участия нужно быть подписанным на наш канал, открыть подписки в ютубе, и написать любой комментарий, в котором указать свой внутриигровой айди. А теперь геймплей. Приятного просмотра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА